Сегодня общественность беспокоит внедрение дистанционного обучения, причем не во время пандемии. Это пока необходимая мера. Большинство родителей и учителей против дистанционки на постоянной основе. В Государственной Думе состоялся круглый стол по теме «Дистанционное образование за и против». В обсуждении принял участие лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. У партии «Справедливая Россия» нет положительного ответа, видит «да» на нужное дистанционное образование. Заключением одного, что уже применяется и будет применяться, это обучение детей и юношей девушек с инвалидностью. Больших аргументов «за» у нас нет. Эта позиция политика сформирована после близкого общения с родителями и педагогами из разных регионов. Все в один голос утверждают, что такой подход к обучению губителен и для детей, и для учителей. Воспитывать через монитор невозможно, только личный контакт. Ну и передача знаний тоже самое, на порядок лучше, когда это делается очно, когда есть диалог, когда глаза-глаза ученик с учителем. «Справедливая Россия» будет делать все возможное, чтобы никто и никогда не смог полностью заменить традиционное очное образование на общение через экран монитора.